Огромные надежды возлагают на кардинальную смену покупательских интересов владельцы легендарной автомобильной марки Испано-Сюиза. На автошоу в Женеву они привезли электрический суперкар Испано-Сюиза Карме. Сегодня некогда громкое имя Испано-Сюиза известно только историкам и ярым фанатам автомобилей. А в начале 20 века это имя звучало стой же громко, как Ронс-Ройс или Бент. Основали компанию в 1904 году три джентльмены – швейцарский инженер Марк Беркек и испанские предприниматели Хуан Кастро и Дамьян Мотел. Поэтому автомобильная компания не только получила имя Испано-Сюиза, но и эмблему с флагами Испании и Швейцарии. С самого начала инженер Марк Беркек поставил амбициозную задачу выпускать не шерпотребовские повозки, а шикарные автомобили с высоким уровнем комфорта и отменными ездовыми характеристиками. И хотя богатые покупатели приняли молодой испано-швейцарский бренд, за короткое время было продано более 100 машин Испано-Сюиза. Но Марк Беркек понимал, что без хорошей рекламы производство машин не расширено. Ну а лучшей рекламой в то время были автогонки. Специально для них Марк Беркек сконструировал и построил гоночную машину Испано-Сюиза Т-15, которая одержала столько ярких побед, что жена короля Испании Альфонса XIII решила эту машину подарить на день рождения своему супругу, который был страстным автогонщиком. В итоге марка Испано-Сюиза стала любимой маркой короля Испании и получила статус королевской машины. Ну разумеется, речь идет не о гоночных машинах, а о люксовых седанах с королевским уровнем комфорта. Во время Первой мировой войны компания Испано-Сюиза была реквизирована властями, и инженер Марк Беркек стал конструировать авиационные двигатели для ВВС Франции. В этот период Марк Беркек подружился с летчиком-истребителем Жоржем Геннимером, лучшим французским асом. Символом его эскадрильи был парячий аист. В сентябре 1917 года Жорж Геннимер погиб в бою, и в честь погибшего друга инженер Марк Беркек символом своей автомобильной компании сделал фигурку аиста с опущенными крыльями. После войны наступила золотая эпоха для люксовых автомобилей Испано-Сюиза. Машины прекрасно продавались на всех автомобильных рынках мира, но в 1936 году новое правительство Франции и Испании национализировали компанию Испано-Сюиза, ну а затем разразила Вторая мировая война, и на этом история марки Испано-Сюиза и закончилась. Однако права на бренд сохранились у потомков Демиана Матео, и начиная с 2000-х годов они неоднократно пытались возродить марку Испано-Сюиза, и даже привозили в Женеву несколько готовых концептов. Но, увы, инвесторов на возрождение марки не нашло. В этом году потомки Демиана Матео предприняли очередную попытку возродить бренд с помощью супер-электрокара Испано-Сюиза Кармен. Внешний дизайн электрокара Кармен создан в стиле модели 1938 года Испано-Сюиза H6C, для которой по заказу летчика Андреа Дюбане французское кузовное ателье изготовило кузов в авиационном стиле. Этот же стиль решили использовать дизайнеры и при создании супер-кара Испано-Сюиза Кармен. К сожалению, в салоне машины нет даже намека на авиационную тему, и все выглядит слишком примитивно для машины категории супер-кара. В изготовлении кузова инженеры использовали композитные материалы, что помогло снизить вес машины до 1700 кг, а в движение электрокар приводят два электромотора по одному на каждое заднее колесо с суммарной мощностью 1020 л.с. До 100 км в час Испано-Сюиза Кармен разгоняется менее 3 секунд, а максимальная скорость машины составляет 240 км в час. Емкости же батареи хватает на пробег 400 км. Всего будет выпущено 19 экземпляров супер-электрокара Испано-Сюиза Кармен по цене 1,5 млн евро.